Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая такие тексты, как «Послание к римлянам» 3 глава 1 и 2 стих и 2 глава 28-29 стих, мы зададимся вопросом «Почему быть иудеем – великое преимущество?» Давайте сначала зачитаем отрывок из «Послания к римлянам», где об этом рассуждает апостол Павел, 3 глава, с 1-го, мы возьмем чуть дальше, по 3-й стих. Апостол Павел пишет «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Здесь мы видим, что речь идет даже о тех, которые неверны оказались Богу, но какие-то преимущества у них сохраняются. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Так как завет заключается с двух сторон. Да, иудеи нарушили завет, когда они распяли Христа, но Бог со своей стороны продолжает благоволить и по отношению к ним. Но это вызов христианам, такие слова апостола Павла. Их надо понять. И понять их надо в контексте, что апостол Павел сказал ранее. А ранее, это вторая глава, 28-29 стих, он сказал буквально следующее. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». И вот здесь надо задаться вопросом, а что означает само слово «иудей»? Когда мать патриарха Иуды родила его, она сказала, «Теперь я восхвалю Господа». И она дает ему имя Июда, которое означает восхвалять, прославлять. Ходе-оде. То есть иудей – это тот, кто прославляет Бога, восхваляет Бога. В этом апостол Павел видит преимущество такого положения. Но никто не может прославлять и восхвалять Бога совершенным образом, если он не делает это через Христа и во имя Христа. И в первом послании апостола Петра, 2 глава, 9-10 стих, мы находим такие слова, обращенные к духовным чадам Авраама, к духовному народу Божию, не к плотскому. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Это нас с вами, уверовавших из язычников, варваров, греков, римлян, скифов. Поэтому он и присвокупляет. Некогда не народ, то есть в глазах Божьих, а ныне народ Божий, усыновленные Богу Отцу, через Сына Его, а Господа нашего Иисуса Христа. Некогда не помилованные, то есть идолопоклонники, а ныне помилованные действием Христовой благодати. И апостол Павел, это четвертая глава послания к римлянам, 13 по 17 стих, он предлагает удивительно точное рассуждение. Ибо незаконам, то есть не по делам, даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира. Но праведностью веры, если утверждающиеся на законе суть наследники, а это иудеи, чадо Авраама по плоти, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Почему нельзя основать жизнь на законе? Никто не может исполнить закон. Я встречался с разными людьми, иудеями, мусульманами, язычниками, индуистами. Когда я их спрашивал, вот честно скажите, исполняете закон или нет, они соглашались. Да, не очень. Получается. Далее. Итак, по вере, не по закону происходит наше спасение. И мы, чадо Авраама, Новый Израиль, не по закону плоти, а по вере, то есть по духу. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, то есть имеется в виду дети по плоти Авраама, но и по вере потомков Авраама. Мы не по плоти потомки Авраама, но по вере. Авраам верил в грядущего Мессию. Ему было сказано, в семени твоем благословятся все народы земли. Но и по вере потомков Авраама, который есть отец, всем нам, и иудеям, и христианам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Потому что чреса Авраама были уже омертвелые, старые, но Авраам поверил сверх меры, и Господь оживотворил уже как бы умершленные чресла и дал ему стать источником жизни многих и многих его потомков не только по плоти, будь и они благословенны, но и по духу всего христианского мира. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассмотрели очень важный принципиальный вопрос. И мне кажется, что вы поняли главную суть этой темы. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем здесь, на библейском портале. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!